Всем привет! Я Мавзуна. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я хочу приготовить свой любимый суп. Грибной суп. У меня есть вот такие шампиньоны и из них я буду готовить суп. Я в кастрюльку уже налила 2 литра воды и сейчас она варится. Теперь нам нужно порезать картошечку. Резать я буду вот такой ножом. На 8 частей делим картошечку. Это очень вкусный, сытный и полезный суп. И перекладываем в тарелку для готовых картошек. В кастрюлю отправляю соль и нарезанный картофель. Сначала картофель. Оп, будьте здесь аккуратно. Столовую ложку соли. Сюда же отправляем рис. Вот мой суп закипел, я убавила огонь. А теперь я займусь зажаркой для супа. То есть нарежу и пожарю овощи на растительном масле. Лук нарезаю полупольцами. Морковь нарежу кубиками. Компин. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лучок зажарился, стал золотистым И теперь я отправлю к нему морковь Морковь стала мягкой, добавляю грибы Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю помидор И томатную пасту сверху Подтолкнем вот так Перемешиваем Такая красивая картина И очень вкусный запах На всю квартиру стоит запах грибочков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь добавляем лавровый лист Субтитры сделал DimaTorzok И немного зелени Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите какой красивый хлеб у меня получился А готовила я его вот так К пшеничной муке высшего сорта Добавляю ржаную муку Сюда же добавляю соль Сюда же добавляю соль Сюда же добавляю кефир Добавляю дрожжи Добавляю дрожжи Две столовые ложки Оливкового масла Один Два И возьмем третью Она нам понадобится в дальнейшем Добавляем 15 грамм кунжута И 30 грамм семечек подсолнуха Замешиваем Уже образовывается тесто И пахнет батоном уже Какими движениями продолжаем замешивать тесто? Периодически обмазываем Руки в оливковом масле Мое тесто получилось эластичным И чуть тугим Наверное за счет ржаной муки Вот и мое тесто готово Сейчас я накрою его полиэтиленом Убираю тесто в теплое место, чтобы оно поднялось Тесто подошло, оно такое пузырчатое Сейчас я буду формировать свой батон И продолжаю придавливать пальцами Раскатываем вот таким вот образом Придавливаем пальцами Сейчас я поверну свой батон И продолжаю придавливать пальцами Тесто очень красивое Необычное Ржаное тесто очень хорошее Теперь припыляем тесто мукой И еще немножечко Теперь растираем И еще немного Посыпаем мукой тесто Посыпаем мукой тесто А теперь растираем И теперь надо вырезать на тесте колосок Делаю тесто Делаю тесто Отпускаю Добавим Вот Такой красивый батон у меня получился А теперь я ложу его на противень И убираю в духовку Здесь надо быть аккуратным И в духовку И в духовку Отправляю батоны На 15-20 минут в духовку При температуре 180 градусов Выпекаю до румяной корочки Вот и готов Ароматный вкусный хлеб К моему грибному супу Чтобы проверить готовность хлеба Надо воткнуть в него палочку Если палочка вот так Если палочка будет влажной То это значит что ваш хлеб еще не готов А если полностью сухой То значит он готов Я надеюсь что он с грибным супом Очень вкусно сочетается Аккуратно перекладываем хлеб В корзинку для хлеба Смотрите какая красота Наверно он вкуснее магазинного хлеба И второй хлебушек Перекладываем Очень красиво смотрится Посмотрите на это А самое главное его аромат Аромат стоит на всю квартиру Мой вкуснейший грибной суп И свежеиспеченный хлеб наконец-то готов Через камеру нельзя передать аромат Этот суп получился очень вкусно пахнущим Посмотрите какие грибочки в нем Обратите внимание на цвет супа Это очень выглядит аппетитно И также свежеиспеченный хлеб Смотрите он такой получился воздушным Смотрите какой он мягкий внутри И красивый узор Если вам эти понравились рецепты То готовьте с удовольствием Приятного аппетита До свидания До свидания До свидания Приятного аппетита До свидания Продолжение следует...